МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Значит, Андрей Рублев действительно не его тема. Надеяться было не на что. С бледным лицом, потухшими глазами, Тарковский валился в ресторан ближайшей гостиницы. У стойки бара он заказывал одну рюмку за другой. Опьянеть не получалось, и облегчения он тоже не чувствовал. Примерно через час, расплатившись, на ватных ногах он вышел обратно на улицу. Надо было что-то делать. Рассказать соавтору сценария Андрею Кончаловскому, позвонить в бюро находок, обратиться в милицию. Вдруг к нему подъехало такси. Через открытое окно рука протянула Тарковскому рукопись, и машина тут же умчалась. Видно, водитель нашел сценарий и почему-то решил попробовать подождать рассеянного пассажира. Прижимая драгоценную папку к груди, обескураженный Андрей Тарковский продолжал стоять посредине самой людной улицы Москвы, отказываясь верить в произошедшее с ним чудо. Потерянные, затем обретенные страницы, они сохранились. Их можно увидеть в архиве Мосфильма. Вот он сценарий. Андрей Рублев «Начало и пути». Это самое первое название фильма. И правки, сделанные рукой Тарковского, позволяют понять, что чувствовал и что представлял собой человек, который создал одну из самых знаковых кинокартин в истории кинематографа. Ни один сценарий в архивах Мосфильма не востребован больше, чем Андрей Рублев, Андрея Кончаловского и Андрея Тарковского. Его уже проанализировали вдоль и поперек. Специалисты изучили каждое слово. А мы хотим понять состояние режиссера, используя учение графологии и лучших специалистов в сфере интерпретации почерка. Ольга Балла долгое время работала судебным экспертом, и почерк человека для нее – открытая книга, которая рассказывает все явное и все тайное. Сразу можно сказать, что у него скорее научного склада голова, чем художественного. У него жесткое анализирующее, классифицирующее мышление с сильной рациональной компонентой. Интересно, что это писал совсем молодой человек, а психологический возраст у него высокий. То есть его психологический возраст лет 40. Он внутренний очень зрелый. Зрелый, жесткий, рациональный, воздражительный, вспыльчивый. На самом деле у него все это хорошо под контролем. Он вспыльчив тогда, когда хочет быть таким. Скорее всего, летоисчисление фильма Андрея Рублев надо начинать с 1960 года, который был объявлен ЮНЕСКО годом 600-летнего юбилея древнерусского иконописца. В Советском Союзе понимали, что такой громкий юбилей мирового масштаба на родине художника игнорировать нельзя. В невероятной спешке в сентябре этого года наконец-то открывается музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева. Торопливо облагораживается территория Андронниковского монастыря, где жил художник. Имя Рублева неожиданно оказывается, как бы сейчас сказали, актуальным в разговорах интеллигенции о становлении русского народа и судьбах Родины. И на этой волне, во время дружеских посиделок, молодой яркий актер Василий Ливанов поделился со своим товарищем Андреем Кончаловским сокровенным. Василий Ливанов вообще в это время был похож на образ. И он хотел писать и играть. А так получилось, что он уехал, а мы загорелись, все написали без него. И я потом всегда говорю о том, что у меня есть определенное чувство вины. Андрей Кончаловский начал читать про Андрея Рублева, вышедшее к юбилею иконописца издания. И понял, что эта тема дает неимоверное количество возможностей. Про Рублева известно немного. Даже годы жизни установлены лишь приблизительно. И авторы книг о художнике биографию и историческую действительность реконструировали. Реконструкция – вот что нужно. Это делает автора фильма свободными. Мы с вами знаем о том, что в исторических источниках имя Рублева только дважды скупо упоминается. Известно, что где-то в возрасте 50 лет он работал здесь. И все. Мы не можем представить, как это было на самом деле. Это художественный фильм, поэтому его нужно оценивать не с точки зрения исторической достоверности, а с точки зрения художественной пранты. Сценарий Кончаловский пишет вместе с Тарковским. Они работают, неимоверно быстро. В последний день, написав финал, они понимают, что это гениально и как дети озорничают. Бьют друг друга пачкой листов по головам, бессмысленно смеются. Кончаловский предлагает в честь завершения работы пойти в баню. Тарковский соглашается, но перед этим хочет на такси отвезти сценарий машинисткам, чтобы они сделали копии с единственного экземпляра рукописи. В общем, сценарий Рублева не бездарная вещь и не работа посредственных сценаристов. Но он очень непрофессиональный. 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 И может, это хорошо. Он настолько деструктурирован, и настолько это нас так несло. Понимаете, у нас, потому что много образов, которых надо было вот это и это, и это, и хотел все собрать в одну кучу. И потом, как это распределить, потом оказалось, новеллы и так далее. И когда это все было написано, сценарий был очень хороший, такой мощный, как роман. Но сценарий был достаточно, на мере, нарушением всех законов. Наверное, нарушение законов шло то, что мы их не знали. Вот он, первый Андрей Рублев. Тот, который назывался еще не «Страсти по Андрею», а «Андрей Рублев. Начало и пути». На последней странице стоит подпись Андрея Кончаловского. А Андрей Тарковский не успокаивается и поверх машинописных строчек вносит исправление. У Андрея Тарковского была присказка «Давайте будем самими собими». Графолог и руководитель Центра изучения почерка Лариса Дрыгваль считает, что сценарий с правками – это тот самый момент, когда Тарковский оставался самим собой. И о его характере, и его личности можно делать довольно точные и серьезные выводы. Почерк, конечно, очень неординарный. Почерк очень нестандартный, практически ни одна буква, ни одна связка не пишется похожей на пропись. Здесь абсолютно свой стиль, абсолютно своя индивидуальность. Это говорит о том, что человек полностью ушел от норм, от стандартов, от каких-то клише. Он на все смотрит со своей точки зрения, со своей стороны. И во всем видит то, что не видят другие. В начале Андрея Рублев появился в двух номерах журнала «Искусство кино» 1964 года. И о нем мгновенно заговорила вся Москва. Его все хотели прочитать, и никто не верил, что этот сценарий можно поставить. Выход этих журналов стал своеобразной ловушкой для художественной комиссии Мосфильма. Сценарий Андрея Рублева они получили давно, но никакого ответа молодым кинематографистам не давали. Но теперь, когда об этом произведении говорит вся Москва, игнорировать этих художников уже невозможно. Тем более, что заявку написал молодой талант с мировым признанием, триумфатор Венецианского кинофестиваля 1962 года, получивший «Золотого льва» за фильм «Иваново детство». Сценарий напечатали и получили вот такую прессу от академиков, историков, философов, и уже такое запретить уже было как-то нельзя. А запускать нельзя. Понимаете, поставили они очень неудобное положение руководства Мосфильма. К сценарию авторы приложили вот это письмо, которое по бюрократическим законам того времени тоже нельзя было игнорировать. Прежде чем вы прочитаете этот сценарий, нам хотелось бы кратко изложить вам, почему постановку этого фильма мы считаем современной и необходимой и семь пунктов обоснований. Последний пункт, и это видно по документу, был допечатан позднее. Наверное, кто-то посоветовал молодым авторам добавить немного марксистско-ленинской идеологии. В готовый текст два Андрея коварно вписывают. Ведь недаром в одном из первых декретов советской власти, подписанных Лениным, говорится о необходимости увековечить память гениально-русского художника Андрея Рублева. Никаких оснований не запускать фильм в производство у Мосфильмовской комиссии нет. Деваться некуда. Они решают поручить картину производственному объединению, которому руководят Владимир Наумов и Александр Аллов. Аллов и Наумов опытные кинорежиссеры. Они сразу ставят пред Тарковским условие, что он откажется от некоторых дорогостоящих сцен. В их действиях нет никакой диалоги. Фильм по сценарию должен начинаться с описания утра после Куликовской битвы. Если эту сцену оставить, есть риск, что в смету они не уложатся, возникнет перерасход со всякими ненужными последствиями. И, скорее всего, всему творческому объединению урежут премию. К всеобщему удивлению отказаться от этой сцены Тарковский готов. И он сам предлагает компромисс. Вместо утра после Куликовской битвы начать картину с пролога ко второй серии «Полета древнерусского Икара». Но теперь получалось, что с легкой руки Мосфильмовского начальства картину предварял рассказ о взлетевшем, погибшем творческом человеке. То есть идея трагической судьбы художника в России становилась более очевидной. На роль воспарившего над землей первопроходца Тарковский приглашает не профессионального актера, а московского поэта Николая Глазкова. Этот поэт прославился тем, что изготавливал сборники своих стихов и делал на них подзаголовок «Сам себе издат», который очень скоро читатели переименовали «Сам издат». Так волей у судеб классик сам издата открывает тему и Рублева, и остальных художников и творцов, о которых расскажет фильм. Историк кино из города Суздаль Юрий Белов был подростком, когда сюда приехала съемочная группа Андрея Рублева. Он невероятно гордится, что принял участие в одной из массовых сцен и точно знает момент, с которого началась работа над Рублевым на Суздальской земле. Вот там, на противоположном берегу Каменки, где небольшая куча засохшей соломы, вот там снимали сцену встречи Андрея Рублева с Бориской. Николай Бурляев сам напросился на роль Бориски в фильме Андрей Рублев. Он доказывал режиссеру, что это его роль и подговорил заступиться всех на съемочной площадке, кто имел на режиссера хоть какое-то влияние. От оператора Вадима Юсова до консультанта Савелия Емщикова. Емщиков спровоцировал Тарковского на этот спор. Подходит к Андрею и говорит, спорим, говорит, на ящик водки, что ты все равно Колю утвердишь, а на роль Борискина. Говорит, а ты что ты? Не-не-не-не. Он мало сейчас развивал, Коля вообще он уже это зазвездился, Коля уже зазвездился, играет все. Нет, вот я сделал для него. Савел говорит, а ну поспорим, не найдешь ты лучше-то. Да? А поспорил. Ну раз поспорил, надо делать пробу. И сделал мне пробу. И меня одели в эту рваню. Причем Тарковский не просто утверждает его на роль. Он переписывает под него сценарий. Ведь изначально Бориске было около 30 лет. Но каким-то внутренним чувством Тарковский понимает, что нервы его будущего фильма просто необходим актер с психотипом, как у Николая Бурляева. Ну! Заливай! Ну! Бриска! Тогда это не виделось так явно. Но сегодня и Бурляеву, и всем, кто знал кинорежиссера лично, понятно, что подросток играет самого Тарковского на съемочной площадке. Господи, помоги, пронеси. Если вы хотите представить творческую атмосферу, в которой создавался фильм Андрей Рублев, то просто наблюдайте за Бориской в новелле «Колокол». Но не только у Бурляева, у всех, кто попал на эту картину, сразу было ощущение не случайности происходящего. Того, что участие в Андрея Рублеве предначертано судьбой. И одновременно были имена, которые картина не приняла, оставила вне своих границ. В первую очередь это имя автора идеи фильма Василия Ливанова. Он обиделся на, что мы написали без него, а потом он обиделся на Андрюшку, что он взял не Васю, а... Но он уже брать в Васю не мог, потому что мы уже к тому времени совсем разругались. Зато актер Свердловского драмтеатра Анатолий Солоницын, прочитав сценарий в журнале «Искусство кино», сам приехал в Москву попроситься на пробы в этом фильме. С историей появления на съемочной площадке папиного основная версия такова, что Глеб Анатольевич Панфилов принес к нам домой номер журнала «Искусство кино», где был опубликован сценарий Андрея Рублева. Отец прочел этот сценарий, впал в глубокую задумчивость, и когда мама спросила, что произвело на него такое впечатление, он сказал, что, ты знаешь, я считаю, что эту роль должен играть я. Официально уже был утвержден Станислав Любшин, но Тарковскому после знакомства с Аланитсиным другой Рублев больше не нужен. Чтобы рассеять последние сомнения, с фотографиями всех претендентов на главную роль Андрей Арсенич едет к специалистам по древнерусскому искусству, которые тоже одиногласно указывают на фотопробы сокровенного и выразительного Солоницына. Точно так же, под впечатлением от сценария, прочитанного в искусстве кино, пришла проситься директором на картину Тамара Огородникова. Тарковский сразу почувствовал в ней человека своей крови. Даже предложил в Рублеве маленькую, но важную роль исполнить Мать Иисуса. Вот на этих кадрах она вместе с Ириной Мирошниченко, которая здесь играет Марию Магдалину. Важнейшая для фильма роль дурочки. Из-за нее Рублев расправляется с насильником, а потом молчит полтора десятилетия, чтобы искупить грех убийства. В архивах Мосфильма в альбомах фотопроб можно увидеть, как было много претендентов. Но было много и тех, кто отказывался, потому что по сценарию дурочка писалась в храме. Это казалось неприлично. Тогда дурочку сыграла первая жена Тарковского Ирма Рауш. То, что мы видим на экране, это не вся ее роль. По сценарию, после того, как дурочку увозят татары, она должна была родить. Родить прилюдно прямо на улице. И в этот момент преобразиться. К ней должны были вернуться сознание и речь. Ее преображенную мы видим в сценах с колоколом. И в самом финале, когда ее коня ведет и торчонок. Скорее всего, это образ рожденного ее сына. По сценарию, в картине обязательно должны быть представлены фрески Рублева из Успенского собора Владимира. Образы ангелов, праведников, сцены страшного суда и, конечно, праведные жены. Но Тарковский пожертвовал этим ради общего художественного замысла картины. На протяжении фильма зрители не увидят творение иконописца, прежде всего потому, что для Тарковского важнее было проследить сам процесс становления художника. На свою картину Тарковский пригласил уникальных актеров. И все они вкладывали душу в будущий фильм. Может, бражки выпейте, смотри, как вы могли. Но случай со Скомарохом уникален. По замыслу, когда Рублев и Скомарох встречаются, между ними, как между двумя творцами, образуется искра взаимного притяжения. Этого не может быть, заявил Ролан Быков, который должен был сыграть Скомароха. Один монах, а другой представитель уличной культуры. Это все равно, что искра взаимопонимания возникнет между милиционером и уголовником. И Тарковский роль переделал. Но творческий процесс Ролана Быкова остановить было невозможно. Во всяком случае, я получил большое удовольствие от работы с ним, кроме... Ну, очень устал. Невозможно. Музыку писал он сам, слова писал он сам, текст он сам сочинял к песне к Скомароху. Он сам сочинял к тексту. И причем мы очень хорошо сочиним текстом. Наш консультант сказал, что где вы взяли этот текст? Правда, там много неприличных вещей всяких, но все равно очень хорошо получил. Вас секунд, секунд, секунд от пятницы до пятницы! Папкашлы, добродяги! Сдохните в браге! Скоро вас всех будут на кол сажать! Оп! А они вот пониже почки, повыше коленочка запилили. О-о-о! Он пошел в Ленинскую библиотеку Быков. Его заперли там в комнатку. Тетеньки дали ему тоненькую тетрадочку, где были подлинные вот эти вот вирши. Но это был такой мат-перемат, что Быков подумал, какой же был зритель, чтобы нужно было его, так сказать, как-то пронять, что называется. Сравдайте, Гуаза! Подкидывай! Сцена, она была снята одним куском. Это огромные сцены. Были сняты три дубля. И когда Тарковский сказал, ну, давайте еще один с ним закрыл камеру, Юсеф сказал, я не убийца. Темпераментный Быков долго не мог понять, почему у Тарковского так долго готовится каждая сцена. И однажды, когда он потерял терпение, ему объяснили, что на экране кажется слишком светлым фон поля, которое виднелось из окошечка сарая. И киногруппа не приступила к работе, пока не вызвали технику, чтобы вспахать все поле. Фон изменился, и только после этого начались съемки. Все, что касается работы, здесь все выверено до миллиметра, до какого-то шлифования, оттачивания, малейших нюансов. Все, что касается дела. Все, что касается быта, все, что касается того, что не связано с делом, человек рассеян, невнимателен, его это совершенно не интересует. Поэтому это педант, но только в работе. где Андрей-то? Нету. Нет? Тут такое дело. Еще одним риском для будущего фильма было пригласить на роль ключаря Успенского собора Патрикея Юрия Никулина. Все понимали, что как только зрители увидят на экране знаменитого клоуна, обязательно засмеются. Так и происходило. Но режиссеру были нужны в фильме представители подлинной народной культуры, такие как Никулин. В сцене допроса его привязывают к скамейке. В руках у его палачей факела. Во время пытки Патрикея истошно кричит. Тарковский после выключения камеры поблагодарил Никулина за реализм. А Юрий Владимирович в ответ показал ему свои ноги в пузырях и ожогах. Оказывается, горячая солярка из факела капала прямо на него и реально обжигала тело. Довольно ясно представляющий себе человек хочет от жизни. Требовательный, категоричный, прямый. Очень яркий в смысле эмоционального движения. Это значит, что человек все время хочет сделать лучше того, чем он уже сделал. Ему трудно отпустить из своих рук то, с чем он работает. В кинематографической среде рассказывают, что во время подготовительного периода Тарковский попросил Анатолия Солоницына надолго отказаться от речи для того, чтобы более реалистичной получилась сцена, когда Андрей Рублев прерывает 15-летний обет молчания. А потом, озвучивая роль, туго перетягивал себе горло шарфом почти до предела, чтобы здесь его голос прозвучал надломленно и слабо. Какую радость сотворил, а еще плачет. Ну, все. По маминам рассказам, когда начали снимать, у отца не получилось ничего сказать. И Андрей Арсеньевич Тарковский принял решение, что актер должен разговориться и сыграть это. Не на шутку было холодно и вот во время этих октябрьских съемок. Все, кто были не в кадре, были в полушубках. А полураздетых артистов еще поливали водой пять пожарных бронспойтов. Николай Бурляев должен был с края обрыва съехать на спине вниз горы. Но режиссеру что-то не понравилось. Приходилось делать дубль за дублем. И, казалось, конца этому не будет. Потом Анатолий Солоницын насчитает на его теле около трех десятков ушибов и синяков. Оказывается, этот обрыв был весь из камней, каких-то кореньев, кустов. Куст я запомнил на всю жизнь, потому что я через этот куст проехался животом, мне ударил куст под дых, стонул, у меня чуть ли не до потери сознания, все потемнело в глазах. А тут надо играть. Ты глину нашел? Глина, радоваться надо. Ну, я сделал эту радость, хотя чувствую уже кровь у меня есть. И все, Андрей мне оттуда кричит, Коленька, отлично, молодец, сыр, это Рокфор. Сыр Рокфор, у него была как бы высшая степень гениальности. И говорит, Коля, отлично, еще дубль. Нашел! Дяди Петр! Нашел! Юрий Назаров не был готов, что Тарковский сделает ему такое царское предложение. Сразу две роли князей, братьев-близнецов. Надо посчитать сценарий, говорит, кого сыграть хотел? Я говорю, ну, не знаю, какого-нибудь мужика. Вот, ну, что так мало, что-нибудь посерьезнее? Я говорю, может, Бориску? Нет, это, говорит, место занято уже. Я говорю, ну, не знаю. В общем, а у них такая система была, они у меня, Саша Виханский был, эзистент-оператор и так далее еще. он, ну, Саша, поснимай его так, 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 а я явился вот, что-то примерно в таком же виде, немножко у меня так в разные стороны прическа была. Вот, поснимали меня и потом они раскладывали пассианс. Вот, куда эту рожу, она вроде наша, а куда ее вставить, пока еще не. Вот, ну, вот вставили меня в этих князья, за что им низкий поклон. Некоторые моменты попадали в фильм как бы случайно. Вот эти кадры даже не нужно было придумывать. Просто во время съемок наступила зима, пошел снег. На всякий случай решили отснять все прямо с падающими снежинками. И сразу появилось совершенно неожиданное настроение. Все стало живым, а сцена более мощной. Оператор Вадим Юсов долго не мог понять, зачем Тарковский принес на съемочную площадку гусей, которых не было в сценарии. Но режиссер настоял, чтобы, когда снимали панораму разграбления, птиц подбрасывали перед камерой. Вернее, он сам их подбрасывал. И это стало находкой. Беспомощные домашние птицы, растеряно хлопая крыльями, создавали образ сумятицы и суеты. Правда, в некоторых творческих моментах Тарковский заходил так далеко, что потом это приводило к настоящим скандалам и обвинениям. Вот это беспощадное падение лошади. Режиссер утверждал, что ее привели со скотобойни, что все прописано в сценарии, который уже утвердили. На самом деле у Андрея Арсеньевича в тот момент не было ответа на все эти обвинения и не было ответа, зачем ему все это было нужно. Он просто выполнял то, что подсказывала ему творческая интуиция. Так ему казалось, но очень быстро происшествия на съемочной площадке оказались переломным моментом по отношению к картине. Мне кажется, что у него возможные состояния, ну, наворачивается на язык слово депрессивный. Я не имею права раздавать диагнозов, но такие вот тяжелые состояния подавленности у него бывают. Вначале все идет хорошо. И по этим статьям видно, что фильм Андрей Рублев очень ждут, и он интересен будущим зрителям. А потом в газете «Вечерняя Москва» от 24 декабря 1966 года появляется одна заметка, где приводился пример, как режиссер сжег корову. Съемочная группа возмущается. Горящая корова, которую можно видеть в кадре, была обернута асбестом и боли не почувствовала. Тарковский требует опровержения, но этого не происходит. К скандалу с животными скоро добавляется еще один. Во время съемок из-за Тарковского сгорел Успенский собор Владимира, построенный в 12 веке. Во время показа обороны Успенского собора работали пиротехники прямо вверху на кровле, вы видите, здесь на вершине, были зажжены дымовые шашки, но так как не была соблюдена техника безопасности, начался пожар. И пожарный расчет, который находился во время съемки здесь, он начал этот пожар оперативно заливать. Считают, что от это повлияло очень негативно и на состояние памятника, потому что кровля требовала ремонта. Большинство претензий, которые современники предъявляли к фильму Андрея Рублев, были связаны со съемками во Владимире. Причем негодование общественности было такой силой, что Тарковский был вынужден прекратить съемки в Успенском соборе Владимира и продолжать их в павильоне Мосфильма. Тарковский не понимает, почему как-то сразу проблемы начали расти, как снежный ком, почему, увидев любое уязвимое место, ему больше не дают спуска. После завершения монтажа, как на работу он ходит на комиссии Мосфильма и получает десятки указаний, советов, рекомендаций, что надо изменить, улучшить, исправить, убрать, переснять. То 22 раза я смотрела Андрея Рублева, при котором какой-то эпизод вычеркивался, какой-то стирался, какой-то вводился, для того, чтобы была другая концепция. При этом, как себя чувствовал автор, особенно режиссер, это передать вам трудно. Я даже помню, как однажды каким-то образом я с Андреем оказался в доме главного редактора Госкино Суркова. И я помню, как Андрей его умолял, так сказать, вот за фильм вступиться, говорил, только от вас, сейчас все зависит, сделайте хоть что-то. И в этот же вечер мы приехали ко мне домой, отец нас покормил, мой отец, и Андрей вдруг, вот таким, я его, я не видел, растерянно, он говорит, пожалуйста, пишите письма в Госкино, пишите, спасайте фильм, надо фильм спасать. Он просил нас вступиться, всех родственников ваших, всех просите. И тогда же он лег в больницу. У него опускаются руки. В отчаянии он пишет письма требования и письма просьбы руководству, где причисляет все правки, которые уже начинают убивать картину и разрушать его творческий замысел. Я бы сказала, в нем была такая веселая злость, потому что он покорял ту самую сырую реальность, которая сопротивлялась. Ему, грубо говоря, проще хлопнуть дверь и уйти. Но я думаю, он не раз так делал. Вот его письмо от ноября 1966 года генеральному директору киностудии «Мосфильм». Из 23 поправок, предусмотренных коллегией при комитете кинематографии, было выполнено 21. Кроме этого, группа по собственной инициативе увеличила их на 15. Закончив эти сокращения и редактирование фильма, мы считаем, что группа к перезаписи готова и что дальнейшие сокращения ничего, кроме ухудшения качества картины, не дадут. Но не тут-то было. Будет и еще одно сокращение, а потом еще одно. Под давлением он меняет, казалось, уже утвержденное название «Страсти по Андрею», и картина теперь называется просто «Андрей Рублев». Перед началом проходит мимо меня Тарковский и говорит мне «Зоя, ну вот если сейчас еще зарубят все, я больше не могу, вот не могу все, но причем он никогда не жаловался». Это был вот как бы вот крик отчаяния, но сказанный шептом. Теряя самообладание, Тарковский пишет вот это письмо на имя председателя комитета по делам кинематографии при Совете Министров СССР Алексея Владимировича Романова, где впервые называет все происходящее беспрецедентной травлей. А то, что она, травля, существует, доказать нетрудно. Трехлетнее сидение без работы после фильма Иванова детства, двухлетнее прохождение сценария Андрея Рублев по бесконечным инстанциям, и полугодовое ожидание сдачи этого фильма, и отсутствие до сих пор акта об окончательном приеме фильма, и бесконечные к нему придирки, и отмена премьеры в доме кино, что лишь усугубило нездоровую обстановку вокруг фильма. Решили показать картину Брежнева. Сейчас покажем Брежнева, все будет. Брежнев после обеда он говорит, вот он сел на диван, посмотрел первые 10-15 минут длинно чего-то, в дождь идет какие-то, он говорит, тягомотина, сказал, пойду в бильярд играть. И ушел. И наши ребята остались. Он не сказал плохого, сказал, тягомотина. И все, и картина везла на полку. Вместо того, чтобы дать картине возможность покорить международный рынок, завершенный несколько раз переправленный Андрей Рублев благополучно положен на полку. И все-таки Андрея Рублева несколько раз доставали с полки, когда ситуация оказывалась совсем уж неприличной. Один раз это произошло в 1968 году, когда на съемке советско-итальянской картины «Красная палатка» в Москву прилетел легендарный Джеймс Бонд Шон Коннери. Тот поставил условие, что не начнет работать до тех пор, пока ему не покажут опальную картину режиссера Андрея Тарковского. Сделать это было почти невозможно, потому что в тот момент допуска картине не имел сам режиссер. Решение принимали на самом верху и решили все-таки выделить Шону Коннери и его переводчику просмотровый зал на Мосфильме. До последнего момента даже киномеханик не знал, что он будет показывать и кому. 27 декабря 1966 года председатель Госкино СССР получает это письмо от Тарковского, в котором режиссер соглашается, что замечания пошли на благо фильму и констатирует, что уберет из картины самые жестокие кадры, которые вызывают наибольшую критику. В этот день Романов ставит на письме свою резолюцию, считая, что гарантирующие сокращения дают возможность принять фильм. И никто не мог предположить, что главные проблемы Андрея Рублева начались именно после этого, казалось бы, спасительного для фильма вердикта. Это человек был чувствующий и стремительно, большими охапками. Это выдает в нем человека с очень быстрыми, резкими и объемными внутренними движениями. В нем слишком много всего происходит, это надо успеть зафиксировать. Поэтому, собственно, почерк имеет такое упрощенное строение, чтобы немногими чертами поскорее схватить большие объемы внутренних событий. Зимой 1966 года в Москве в просмотровом зале «Софэкспортфильма» Андрей Рублев был показан иностранным прокатчиком Сергию Гамбарову и Алексу Московичу и еще нескольким местным сотрудникам. После просмотра потенциальные покупатели картины ликовали. У нас в руках Гран-при Каннского кинофестиваля. На их ликовании им заметили, что киноспециалисты видят в фильме элементы неуважения к истории России. Попытки заполучить Рублева и показать его в Каннах предпринимались еще три года. И только в конце марта 1969 года чудо произошло. «Софэкспортфильм» дал разрешение на продажу картины во Францию. Шорох поднялся, потому что копия Андрея Рублева оказалась за рубежом до того, как «Софэкспортфильм» дал прокатное удостоверение. Это был колоссальный скандал. И этот хитрый человек, Алекс Москович, очень забавный, который купил картину и выпустил ее в Канны вопреки желаниям советского руководства. И они не могли дать официально премию, но дали премию к репрессии, премию католической и так далее. Она произвела фурор. Конечно, все хотели посмотреть. Это был скандал. Скандал всегда все интересуются. Но это был заслуженный скандал. Внеконкурсные гала-показы Андрея Рублева в Каннском дворце фестивалей создали международный ажиотаж вокруг французской премьеры фильма. Подступы к дворцу были забиты желающими попасть на просмотр. С утра в Канны съехались представители международной прессы. Экстренно принималось решение о двух дополнительных сеансах на следующий день. В конце 22-го Каннского кинофестиваля 1969-го года Международное объединение кинокритиков единогласно присудило фильму Андрея Рублев главный приз киножурналистов мира. А почему именно об Андрее Рублеве следовало делать картины? Может быть надо было делать современную картину современного художника? Современном интеллигенте что ли? И вообще стоило ли делать картину об Андрее чтобы рассказать о мучениях что ли художника в современном смысле этого слова. О его страстях, об его поиске, о его тоске по тому, что ему не удается сделать. Ну я думаю, что в общем все это правильно. Пожалуй, надо было делать именно об этом фильм. И смысл его гения в общем-то заключается в том, что он в самое тяжелое для народа время сумел выразить для того же народа нравственный идеал, выразить его мечту о братстве, о единении. На могиле Тарковского на русском кладбище Сен-Жен-Эвьев-де-Буа под Парижем есть надпись «Человек, который видел ангела». Внимательные зрители фильма Андрея Рублев тоже видели ангелов неявно, через детали. Они неотступно сопровождают скорбную процессию, которая идет на Голгофу. И художника, творческого человека тоже всегда сопровождают ангелы, если в своем творчестве он не обманывает ни себя, ни людей, ни Бога. Потому что путь художника это всегда путь на Голгофу. Особенно, если это русский художник. Когда Андрей Тарковский снимал эти кадры, ему было 33 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok